Приветствую вас, и как мне видится, вы не очень уверены в себе, то есть вот вы пишете, что у вас парень остался у вас на ночь, то есть вы наконец-то позволили то, чего хотели бы, но чего, наверное, позволить себе не можете, или стесняетесь, или считаете, что этого вы недостойны, и вы начали искать его друзья и женщина, то есть получается, что вы не допускаете тот факт, что парень, который остался у вас на ночь, собственно говоря, принадлежит вам, и поверить в то, что он только ваш, вы тоже не можете. Далее, значит, его друзья и женщина услышали его голос, когда приходили мимо вашего дома и зашли, то есть вы здесь преследуете, наверное, подсознательную цель скрываться, то есть делать какие-то вещи, считать тайно, чтобы кто-то не узнал. Он очень боялся ее, женщину в смысле, и не хочет никуда с ней идти, то есть мужчина к вам представляется достаточно робким, таким любителем в себе, не имеющим возможности постоять за себя, если я правильно понял, и, собственно, вы с ним не чувствуете себя, можно сказать, защищенностью. Я думаю, что так обстоят дела и сил у вас. И что из этого всего можно, как бы это сказать, резюмировать, что из этого всего можно извлечь, какой вывод. Ну, по основу, главное очень сильно бросается то, что вы в себе не уверены. То есть вы почему-то считаете, что, ну, ваш мужчина не может быть вашим. Вероятно, вы себя считаете ненастойной того, чтобы у вас был мужчина. Ваш первичный образ мужского поведения такой, что он представляется вам достаточно неуверенным в себе и не имеющим возможности себя как-то защитить и защитить вас, я полагаю. И вот это вот, наверное, является самым важным в том, что вы пишете. То есть откуда взялась эта ваша неуверенность в себе, каковы ее причины, на эти вопросы нужно ответить. Кроме того, может быть, у вас сейчас есть отношения, в которых вы не счастливы и которые не приносят вам удовольствие, либо в которых вы сомневаетесь по какой-то причине и в результате чего не можете быть счастливы и не испытываете гармонию и спокойствие. Так что эти отношения тоже нужно разобрать и постараться гармонизировать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok